доброе утро уважаемые коллеги сегодня 19 января 2015 года понедельник поздравляю вас с началом новой трудовой недели надеюсь она будет успешной для всех нас с вами игорь суздальцев и владимир попов доброе утро и в эфире программа торговый план на видеопортале трейдеров ютрейд тв начинаем как обычно снова с ней владимир вам слово доброе утро еще раз коллеги давайте посмотрим как у нас проходили торги в пятницу чем как закрылись европейцы американцы что сейчас происходит на торгах в азии европа в пятницу закрылась в плюсе основные индексы подросли в пути 100 добавил почти 80 процента французский как 40 1,3 процента и даx 1,4 процента американцы тоже торговались хорошо в зеленой зоне индекс доу джонса подрос чуть более 1 процент снт 500 добавил почти 1,4 процента и nasdaq то же самое почти 1,4 процента сейчас в азии происходит довольно таки очень интересная ситуация что можно сказать вот пожалуй отметить резкий провал по индексу по шанхайскому сводному индексу моменте сейчас теряет более 7 процентов акаде 7 7,45 процента вот этот провал в китае сейчас вызвал на некоторый спрос на иену и иена выросла против всех основных валют достигнув трехмесячного максимума в частности против евро вот как раз на фоне этого провала китайских акций которые вот происходит с тысячи впервые с 1909 года 2009 года вот значит ну соответственно такой провал в китае вызвал спрос на активы убежища и в частности иена таким активом является и мы это видим сейчас у нас никей никей индекс никей подрастает на 90 процента гонконгский хэнсэн теряет чуть более полутора процента как уже сказал шанхайский сводный индекс 7,45 процента и но прибавляет индийские сенсы 30 он чуть по проценту он добавляет вот кто же вот сейчас является таким бенефициарем такого развития ситуации я думаю что доллар и сейчас вам очень кратко покажу ситуацию что у нас происходит с индексом доллара вы думаете все-таки американцы да да американцы сейчас у нас явно пользуются этим моментом мы видим вот сейчас этот трехмесячный график индекс доллара растет вот и если мы посмотрим на дневной график мы видим что вот сейчас индекс доллара тестирует отметку где-то вот находится между 93.02 и 93.05 вот цены на нефть у нас сейчас давайте посмотрим на следующий график это в графике с сайта межконтинентальной биржи да айс лондонской вот мы видим сейчас отметку 49.99 стоит мартовский фьючерс айс бренд и здесь тоже такое впечатление что тестируется сопротивление на уровне 50 51 вот в последнее время с другой стороны вот есть данные от американской комиссии по фьючерсам на сырьевых рынках вот так вот по этим данным сейчас инвесторы нарастили длинные позиции по нефти на 12 процентов за последнее время ну вот что в это том что в общем то трейдеры верят что вот цена где-то будет находиться на этих уровнях не случайно поэтому длинные позиции по нефти я смотрю какая сильная поддержка 47 49 и 7 прямо несколько раз да видно что сопротивление это 50 49 и 7 да поддержка 49 и 7 да сопротивление где-то здесь вот сейчас можно сказать вот вот такая вот складывается ситуация и коллеги давайте посмотрим что у нас показывает индекс сырьевой индекс S&P он показывает сейчас резкий резкую прибавку на 2,28 процента этот индекс сейчас подрастает вот что говорит о том что в общем то ситуация на сырьевых рынках изменилась появилась появился аппетит к риску и покупают сейчас сырьевые товары у нас в моменте вот такой фон складывается у нас перед началом открытия торгов в России Игорь я передаю вам слово да спасибо Владимир я тоже кстати думаю что сегодня падение шанхайского сводного индекса на 7 процентов может быть таким драйвером сегодняшнего дня это серьезно это как бы такие серьезные колебания на такой крупной бирже такой крупной экономики это может оказать влияние на весь событие развития сегодня ну что коллеги давайте посмотрим что у нас происходит ну прежде всего закрытие прошлой недели немножко необычно мы закрылись у нас получается оба индекса выросли обе валютные пары которые мы отслеживаем снизились вернее сори сори давайте по порядку значит у нас индекс мвб 1.8 процента рост в моменте 1591 что очень радует индекс ртс 0.97 всего роста составил 769 но я хочу сказать что сейчас каждая сотая доля процента роста по индексу ртс не может не радовать и наконец рубль составил 65.13 и евро рубль 75.24 ну что на мой взгляд хорошие такие уровни и как бы до конца мы переживали до последней минуты пятницы чем все закончится закончилось все хорошо будем надеяться что это будет сигналом для сегодняшнего дня из других новостей мудис пока мы отдыхали с вами понизил рейтинг гособлигаций россии до уровня baa3 вот отмечает что падение цен на нефть и шок от падения рубля может подорвать уже снизившийся экономический рост а в летные резервы доходы бюджета сократятся самое тревожное в этой ситуации что рейтинг был также отправлен как пишет мудис на дальнейший пересмотр то есть в любой момент сегодня вечером завтра вечером они могут снизить воду мусорного это понятно мудис уже так застыла в стойке интересная статья мне понравилась Григорий Явлинский так вопрос у нашего спора о том сможет ли нефть снизиться до 20 долларов за баррель наш спор с Ильей Коровиным как может быть вы помните мы пари с ним заключили вот так вот Григорий Явлинский видимо заслышал про нас скоро добавляет аргументов в мою копилку и статья называется почему нефть может упасть до 20 долларов за баррель ну это явно к нашему спору и на это отношение согласитесь Владимир даже по названию вот приводит классические аргументы но например такие экономические естественно экономист перепроизводство нефти может сильно затянуться да недооценка сланцевой революции да правила игры на нефте в одном рынке сейчас какие правила никаких правил и новые технологии и экологические требования тоже так сказать не так все просто будет нефтедобыча поэтому тот считает что это может привести к снижению цен на нефть до такого уровня 20 долларов за баррель Григорий Явлинский и наконец гендиректор Уралвагонзавода Алексийенко выступил с очень необычным я бы сказал заявлением для руководителя такого уровня он пишет что ставки больше девяносто девяти процентов это убийство ну речь понятно идет об убийстве российской экономики и много аргументов здесь приводит и снижение конкурентности и так далее но одна один из главных аргументов мне понравился так сказать тоже понравился такое открытое признание очевидного факта для такого уровня руководителя это не часто встречается он пишет что в вагонном сегменте мы точно потеряли всех потребителей ставка по кредитам 27-32 процента при том что рентабельность вагонов ниже нуля ну понятно если Уралвагонзавод теряет так сказать всех потребителей ну понятно что получается что вся ставка теперь только на оборонку которые конечно они производят очень много но тоже знаете когда розница вообще так сказать для продукции для населения становится недоступной для населения вот это как раз таки вызывает тревогу потому что речь идет о снижении жизненного уровня населения и компании которые его обслуживают естественно вообще ставка я думаю ключевая поднятие ключевой ставки до 17 процентов было решением настолько неоправданным и что уже мне кажется надо перестать спорить а просто откатить ее но взамен к сожалению мы слышим что надо ее увеличить в два раза до 34 процентов я сам удивлен вообще это слышать но такие предложения звучат к сожалению все три новости и решение МУДИС и снижение цены на нефть и заявление генерал-гендиректор уравлабон завода о том что ставки так сильно влияет на экономику в негативном плане это все тревоги сегодняшнего дня и их надо учитывать обязательно при том что конечно как обычно мы все нацелены на рост ну что коллеги двигаемся дальше следующим у нас в программе это индикатор монета байт селл как обычно прошу вас загадать финансовый инструмент которым вы планируете сегодня торговать и монета через секунду подскажет вам направление движения ну я как обычно загадываю индекс ммвб и надеюсь что выпадет сегодня бай ну что коллеги бросаем монету монета полетела смотрим на нее что мы видим о бай коллеги бай сегодня монета видит бай и будем надеяться что у нас будет продолжение пятничного тренда ну насколько эти так сказать идея и ожидания правда давайте послушаем наших экспертов юрий чеботарев у нас сегодня в гостях трейдер из москвы юрий доброе утро доброе утро как вы встречаете сегодняшнее утро какие мысли чего ждем да вообще то честно говоря я вообще жду не некоторого роста вот видимо ваша монета базука правильно говорит о том куда мы двинемся судя по ситуации в общем то в связи с тем что во первых нам рейтинг то не понизили до мусорного уровня находится он в предмусорном состоянии вот и тот факт еще что нефть у нас так потихонечку начала подрастать я думаю что мы сегодня можем показать некое движение вверх вы имеете ли по валюте и по акциям или все вместе и по валюте и по акциям я в основном на индексы ориентируюсь и торгую индексы фьючерсы на индексы российские ну я думаю что да вот здесь будет ситуация такая вот что касается западного рынка то там схема ситуация достаточно простая американские индексы круто прут вверх просто такой паровоз который остановить невозможно вот хотя мы там видим информацию о том что идут просадки на китайском рынке но в данном случае это не показатель потому что там просадки индексов идут на заявление о том что регулятор финансовый запретил некоторым инвестиционным компаниям открывать маржинальные счета но это вопрос ненадолго дело в том что у них давно стоит проблема в китае о том чтобы допустить иностранных участников на маржинальный рынок вот именно это я думаю и решит их не все проблемы потому что рынок маржинальный у них очень мелкий и из-за этого идут там резкие движения вот такая вот ситуация нет но все таки согласитесь 7 процентов движения вниз может оказать влияние не только на финансовый рынок Китая на мировой может оказать как в психологическом проекте ну у них этот маржинальный рынок он очень узкий мелкий я бы сказал и это так же само как у нас у нас тоже там по 8 по 10 процентов в день ходит индекс но он не оказывает сильного влияния на международный рынок то есть по своим объемам торгов он гораздо меньше чем американский поэтому вы думаете он не окажет влияние да да рынок акций у них крупный а вот рынок маржинальный то он такой не очень ясно Юрий как вы оцениваете ситуацию так сказать с интерактив брокерс в связи вот с этими 120 миллионами потерь которые согласно СМИ правда это не сам интерактив брокерс вот это в связи со сверштатским франком снижение насколько это может оказать влияние на вообще ну вот смотрите FXCM сообщили там 225 миллионов потерь в так сказать об очень серьезном изменении в бизнесе и так далее Эксель Маркетс вообще заявил о сворачивании новозеландский вот как может повлиять на интерактив брокерс почему вас спрашивают знаю что вы клиент и знаю что про клиентов интерактив брокерс интересна ваша оценка ну я вообще-то сам торговал как раз в этот момент когда упал швейцарский франк ну когда его отвязали от евро ну я вообще-то достаточно хорошо заработал в этот момент поскольку у меня стояли как раз позиции нормально я и на евро на движение евро в этот момент на движение швейцарского франка заработал на арбитраже там где-то около 14-17 процентов даже ну я думаю ситуация такая тут нужно четко разделить брокерские компании у которых есть лицензии финансовых регуляторов страны где они зарегистрированы и скажем компании у которых нет таких лицензий вот не буду дальше там ударяться в объяснение понятно да дело в том вот я честно говоря когда вот у меня закрывались позиции на интерактив брокер я не заметил там никаких проблем все очень быстро закрылось все сработало хорошо вот это вот статья которая появилась не было ни проклянзывания, ни замораживания ничего нет, да все очень четко и спреды были узкие все было нормально я просто смотрел это все на этом пробитии вниз прямо были действительно традиционные небольшие спреды там же это произошло буквально за несколько минут я честно говоря не видел какие были спреды на падении а уже когда все упало вот я тогда у меня арбитражи тогда закрывались ну я посмотрел смотрю там все нормально спреды нормальные да 14 процентов день Юрий Чапатарев заработал да нормально обычный рабочий день да не ну это не обычный рабочий день просто такие деньги зарабатываются долго просто это так неожиданно произошло черный лебедь ну поскольку встреча с черным лебедем у меня все сказать давно предусмотрено поэтому я на них очень легко реагирую но дело в том что вот статьи которые пошли по интерактив брокеру там ситуация такая что да некоторые люди попали на маржин кол и были их просто напросто ликвидировали их позиции но брокер не успел обычно они просят довнести денег а тут произошло такое резкое падение и они уже не успели так сказать ну даже сами искусственным путем закрыть их позиции да я думаю что интерактив брокер где-то так сказать там потерял какие-то деньги но понимаете какая штука компания во первых большая риск менеджментом достаточно грамотный и не один раз уже попадал в ситуации и в 2011 году и в 2008 году они в общем то компания известная существует по моему с 99 года так что я думаю что они пройдут этот этап с какими-то там потерями но выйдут на рынок и будут дальше торговать вот а вот компания у которых нет так сказать лицензии будем так говорить то у них да у них проблемы я уже читаю так сказать там FXCM Аль Пари вот лондонский филиал там что-то у них там проблемы какие-то и так далее и так далее понятно объясните мне пожалуйста загадку века которую я не понимаю заграничные банки там и сети звучит и другие пострадали вот сумма называется по 100-150 миллионов долларов задвижение резкого брокерские компании вы называли тоже озвучено пострадали достаточно большой список кстати гуляет по интернету ни один российский брокер не пострадал как вы объясняете это уникальную особенность является ли на ваш взгляд это индикатором того что реально на биржу в частности по шельсовскому франку никто никого не выводит ну вообще тут сложно сказать дело в том что видите как вот скажем все компании которые предоставляют выход на валютный рынок то есть форекс компании они все зарегистрированы за границей вот и что там происходит мы не знаем потом многие компании они закрыты мы они нам не показывают своего баланса и так далее это вот в третьих российские компании ну во первых у нас рынок скошный рынок на валютные пары он очень мелкий и поэтому там если ну их никто и не увидел вот 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 возможно нас спас малый оборот швейцарского франка в российском да 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 мелкий рынок мелкий рынок это вот так сказать ну и потом для нас швейцарский франк это вообще какая-то экзотическая валюта так же самое как и гонконгский доллар ну но с другой стороны если мы посмотрим просто не как российские участники рынка а просто вот люди которые занимаются биржевыми операциями конечно решение швейцарского банка его уже многие говорят что его нужно так сказать выставить на всеобщее обсуждение потому что то что они сделали они вообще на самом деле обманули всех людей за несколько дней до решения швейцарского банка было интервью с председателем и он говорил что никаких там отвязок от евро не будет и там рассказывал сказки всем и тут вдруг такое вот решение то есть в принципе как то нужно это ну регулировать швейцария независимое государство оно сам вот когда он выступал не было а через два дня бах и есть да но тут еще есть один вывод который нужно сделать вот участникам биржевого рынка нужно внимательно отслеживать валюты которые привязаны к какой то другой валюте вот скажем швейцарский франк был привязан к евро вот есть еще такая валюта которая кстати пользуется интересом в россии это гонконгский доллар он привязан к американскому доллару и я не исключаю что может произойти такой момент когда его возьмут и отвяжут и тогда те кто туда инвестировал а мы помним эту историю в прошлом году когда начались первые санкции против россии и многие металлургические компании во главе с нашим этим самым как его экономическим патриотом дерипаской вот они все ринулись так сказать туда в гонконг и начали там так сказать привязываться гонконгскому доллару что произойдет с ними я не знаю в этот момент понятно да конечно надо быть осторожными ясненько итак юрий на сегодня я так если подводить итоги уже перед открытием на сегодня я так понимаю мы все таки позитивно смотрим на открытие и можно рассматривать варианты покупки рубля и российских индексов да да ваши роботы ищут эти возможности торговые не мои роботы арбитражные поэтому им по барабану вообще куда все движется вот просто на движении произойдет разрыв арбитража и мы на этом заработаем ясненно спасибо большое Юрий удачного вам хорошего дня это был Юрий Чеботарев трейдер из Москвы ну что Владимир давайте подводить с вами будем итоги той аналитики которую мы слышали сегодня в течение дня какие мысли я вот знаете нашел сейчас на блумберге вот материал где рассказывается о том какие потери какие брокеры понесли и банки вот в частности здесь приводится вот что Сити Групп это вот самый крупный дилер валютный дилер в мире предположительно потерял 150 миллионов долларов вот на вот этом решении швейцарского центрального банка да от подвязки в общем то швейцарского франка от евро вот Deutsche Bank потерял предположительно 150 миллионов банк Барклайс чуть менее 100 миллионов долларов вот по всей видимости брокер FXCM что-то вот ему пришлось где-то 300 миллионов находить чтобы вот покрыть разрыв который образовался вот с этим решением его ну тут такой довольно большой материал можно посмотреть на блумберге он называется потери банков от швейцар от укрепления швейцарского франка удивляя тем что они еще и могут подрасти то есть вот пока идет подсчет этих потерь данные предположительные ну вот уровень таких потерь вот примерно я обозначил у нас камера почему-то нет камера она не хочет работать ясненько хорошо коллеги все понятно мы эту тему так уже обсудили с вами сегодня ну что ж давайте подводить итоги значит хотя вот Юрий Чебатарев отметил что мелкие он считает рынок маржинальный на шанхайской на шанхайском на шанхайском осводном на индексе но все-таки мне кажется падение уже тем более 8% я вижу падение да Владимир по шанхаюцу в этой бирже да 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 уже более 8% более 8% это уже очень серьезно на мой взгляд поэтому это может оказать влияние даже чисто психологическое вот а вы еще новости какие-то хотели нет нет еще вот датская валюта уже привязана к евро оказывается как и швейцарские франки сейчас вот на блумберге сам материал он называется что под угрозой находится привязка датской валюты к евро спекуляции по поводу того что датскую крону могут тоже тоже могут отрезать и вот нескольченная ситуация такая как она была вот у нас это уже очень важная новость хотя конечно объемы торговли датской кроны гораздо другие гораздо меньше чем швейцарским франком но тем не менее тем не менее это тоже серьезно хорошая такая новость ну что коллеги подводим итоги значит сегодня у нас есть оптимизм на рынке каких-то ужасных ужасов дополнительно тем которые уже были на прошлой неделе мы не видим это значит что наше традиционное стремление к росту по индексам и по рублю может реализоваться поэтому открытие видим позитивно но по рублю и по акциям и по биржевым индексам и поэтому да и монета подсказала нам рост и Юрий Чебатарев с этим согласен его роботы уже готовы к работе в новых условиях поэтому будем надеяться что хорошее закрытие пятницы даст толчок и сегодня и мы откроемся в положительной зоне ну что Владимир давайте тогда на этом попрощаемся всего доброго хороших вам торгов вот